Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Субботник после субботника. Мэр Анапы Сергей Сергеев новую рабочую неделю начал с осмотра города. В городе-курорте выбрали новую мини-мисс из четырех маленьких леди. Художественная гимнастика больше, чем спорт. Это образ жизни. В Анапе прошли краевые соревнования по самому красивому спорту. Осторожно, фальшивка. Сотрудники полиции предупреждают – будьте внимательны с денежными куперами. Утро понедельника. Мэр Анапы Сергей Сергеев начал с объезда города. Нареканий много. На клумбах нет цветов, мало зелени на въезде в город. На набережной разбита тротуарная плитка. Бассейн фонтана зарос грязью. Глава Анапы Сергей Сергеев вместе со своими заместителями проехал по городу и оценил подготовку к новому сезону. Оценка службам неудовлетворительно. Нарекания главы вызвали многие территории. Первой остановкой стал участок территории в районе магазина «Хостовары» на улице Крымской. Участок в центре города в одной части выглядит очень достойно. Поэтому на этом фоне так бросаются в глаза ямы и ухабы у здания. Что мешает? Или не подчиняются, или не хотят, или нет денег? Скажите мне причину. В чем причина? Вот если он хочет, чтобы здесь шлагбаум был, чтобы у него здесь перед офисом был порядок, все. Пусть он вот это возьмет на себя и вот эту клумбу застелит газонной травой. А вот это содержит. Примером для подражания глава назвал благоустройство территории вокруг остановочного павильона на Анапском шоссе. Предприниматель создал здесь целый сквер. Из хвойных саженцев ведут укладку пешеходных дорожек. «Ну и что, Алексей Васильевич, красиво? Очень? Кто это? Ну пригласите, спросите, поблагодарите человека, узнайте, почем брал. Вам неинтересно, понимаете? Он мог этого не делать. И он, я уверен, здесь и газонная трава будет. Все будет. Выясните сейчас мне, кто это. И я хочу, не к себе приглашайте, а сюда к нему приедьте и поблагодарите». После рейда наша съемочная группа встретилась с хозяином этого участка. «Вы знаете, несколько дней тому назад, ну где-то, наверное, 4 или 5 дней тому назад я поехал в Геленджик и увидел, что так красиво, как-то задело за душу. Почему в нашем городе не должна быть такая красота? Мы ведь находимся на виду, это курортный город, всероссийский курорт. Это, я думаю, жители, которые приезжают, должны видеть очень образцовым, хорошим городом, озелененным. Тогда будет поток туристов в наш город выстремляться. Ну, в общем-то, это долг и обязанность каждого гражданина города – приукрасить свой родной город». «Починаем от спуска, вот от поворота, от того. И пошли в эту сторону. Тысяча кипарисов. Должна быть через две недели. Иди из можжевеля. Тысяча, подчеркиваем. Выбираем отрезки. Здесь не надо, здесь зелень. Если мертвое дерево, убираем, на его месте сажаем». Пример рачительного отношения к зеленым зонам и угловые территории по улице Солдатских матерей. Добросовестные предприниматели ухаживают за газонами. Высадили кустарники, благоустроили газоны. Но такое отношение не у всех. В плачевном состоянии территория заправки Уфим нефть, а напротив нее еще один разбитый пятачок. Серьезное замечание и к строителям. На углу улиц Парковой и Маяковского горе мастера заградили стройку так, что пешеходам впору летать. Самое большое разочарование понедельника – состояние набережной. «Я вас предупреждаю. Сегодня это последняя наша поездка. Больше я с вами ездить не буду. Неприкасаемых у меня нет. Вот за это я буду выгонять с работы. Каждый день сюда выходить. Там, где люди у нас ходят. Вот это вот. Это что за позорище, а? Что это такое? Это клумба в центре города-курорта». Глава распорядился срочно объявить в конкурс и пригласить озеленителей из других городов, если местные не справляются с объемами или не хотят работать. На работу над ошибками глава Анапы отвел подчиненным срок до пятницы. 18 апреля он пообещал проехать по тем же адресам. 12 апреля на всей территории Кубани прошел общий субботник. В Анапе на уборку территории курорта вышли тысячи анапчан. Горожане навели порядок на старом кладбище, почистили речку, убрали мусор в детском парке. Студенты, активисты, специалисты Управления по делам молодежи, представители территориальных органов самоуправления, общественных организаций наводили порядок на старом кладбище, на старых заброшенных могилах. Как мы помним о наших предках, как мы заботимся о памяти, так и наши дети будут относиться к нам. Это большой воспитательный момент. Представители трех поколений собрали несколько контейнеров мусора. Представители ТОСов, общественных организаций, студенты регулярно убирают территорию старого кладбища. Когда мы все вместе будем заниматься наведением порядка в городе, то результаты по его благоустройству будут достигнуты гораздо быстрее, будет это все сделано более эффективно. Потому что в своем доме люди должны сами наводить порядок, а не ждать, пока это кто-то сделает за них. И в это же время субботник провели на берегу речки Анапки в детском парке. На прибрежной зоне горы пластиковой посуды, грязь и мусор в воде. Многие любители природы не убирают за собой после праздников. Представители Анапского общества охотников и рыболовов почистили акваторию. Водная среда обитания должна быть чистой. Не только потому, что это надо человеку, но самой реке это просто необходимо. Вода должна быть чистая, без мусора. И место пребывания рыболовов должно быть оставлено всегда за собой чистым. Это отсутствие нашей культуры все еще. Об этом надо начинать, наверное, уже давно говорите в школах и в детском садике. И в учебниках должно быть написано. Из воды достали десятки мешков с мусором. Среди улова – канистр с отработанным маслом. Полиэтилен, пластиковые бутылки – все это наносит вред природе. Тысячи анапчан не остались равнодушными к чистоте и порядку на курорте и приняли активное участие во Всекубанском субботнике. И в тот же день глава города-курорта Сергей Сергеев лично поучаствовал в благоустройстве и отделенении города. Посадил реликтовые можжевельники, растущие по полторы тысячи лет. На территории детской больницы по распоряжению Сергеева благоустраивают зеленую зону. Сотрудники детской поликлиники и больницы вместе с работниками предприятия «Зеленстрой» выкопали ямы для высадки деревьев и кустарников. Мэр Анапы Сергей Сергеев принял участие в «Субботнике». Посадил шесть можжевельников. Уникальная порода реликтовых растений растет полторы тысячи лет. Так, вот с врачом посадили. Вот это все, оно останется и после. И когда мы здесь заасфальтируем, уберем лужу, разлюбим очередь, заменим вот эту бордюрку, тротуар, оно как раз после нас и останется. И дерево будет расти полторы тысячи лет. Сергей Сергеев поинтересовался технологией высадки растений. Сажают их вместе с мешковиной. Как пояснили сотрудники предприятия «Зеленстрой», через месяц от материи не останется и следа, а корни дерева лучше приживутся. На территории посадили клен, туи, сосны, сиреньки, льетерии, форзицы, сирийские розы, спирей, розовый и белый, можжевельник. А по распоряжению мэра на территории детской больницы в уже зеленой зоне установят детскую площадку. Качели, незателевые горки для физических упражнений. Доказано, положительные эмоции ускоряют выздоровление. Занимаемся благоустройством территории. Очень приятно, что муниципалитет уделил столько внимания детской больнице. Осуществляется грандиознейшая высадка зеленых насаждений. Участвуют в этой высадке все работники нашего учреждения. Я думаю, что всем будет приятно взглянуть на эту территорию после завершения работы. Несколько десятилетий, а в случае с посадкой можжевельников 15 сотен лет. Деревья и кустарники будут радовать персонал медицинского учреждения. Маленьких анапчан и их родителей. Один день работы на субботнике – память на тысячу лет. Продолжаем выпуск. В Анапе сотрудники полиции проводят акцию «Внимание! Фальшивка». Прохожим раздают листовки памятки с признаками поддельных купюр. В центре внимания банкнота номиналом 1000 и 5000 рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы раздавали буклеты на автобусных остановках, в магазинах и просто прохожим на улицах курорта. Это специально подготовленные памятки с советами «Как не стать жертвой фальшивомонетчиков». Подробно описано, на какие детали купюры обращать внимание. В магазинах, в уголках потребителя и на входах размещены листовки покрупнее, чтобы покупатели тоже могли ознакомиться с приемами проверки подлинности банкнот. Полицейские рассказывали о том, какие купюры чаще всего подделывают и какая ответственность грозит человеку, сбывающему фальшивые деньги. И если вдруг вы обнаружили у себя фальшивку, не спешите от нее избавиться в магазине. По закону это расценивается как сбыт фальшивых банкнот. В случае, если гражданин сомневается в подлинности купюры, он должен незамедлительно вызвать сотрудников отдела МВД России по городу Анапа. Купюра будет изъята и направлена на исследование. Будет возбуждено уголовное дело и будет проведен весь комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, направленный на выявление лиц, причастных к сбыту данной купюры. Также обращаю внимание на то, что гражданину, ни в коем случае осознавая факт подделки купюры, ни в коем случае не стоит предпринимать мер к сбыту ее. В связи с тем, что данное деяние будет квалифицироваться частью 1, статьей 186 Уголовного кодекса, то есть сбыт фальшивых денежных знаков. Чувство такта, этикета, эрудиция, мода и стиль. Четыре маленьких леди вышли в финал конкурса «Мини-мисс Анапа-2014». О том, чем сегодня увлекаются и о чем мечтают истинные леди – наш следующий сюжет. В финале 18-го ежегодного конкурса четыре участницы в визитке девочки рассказывали о себе. Участница под номером 1 Ульяна загадывала желание, добрый волшебник исполнял. Самая яркая мечта – поездка в Сочи на Олимпиаду – тоже сбылась. За Ангелину боролись храбрые рыцари, отмечая все качества характера девочки. Мария, участница под номером 3, предстала в образе Марии из кузницы. Поддержать четвертую «Мини-мисс Анну» пришли мультгерои из Мадагаскара. «Ты на шпагат садиться умеешь?» «А ну, покажи!» «Вот это все!» «Ну как? Молодец!» Второе задание для «Мини-мисс» и «Мам» – нарисовать и заселить новую планету. На планете Ульяны символы Паралимпиады – лучик и снежинка. Сложный демографический вопрос расселения многодетных семей решила Ангелина, девочка сама из многодетной семьи. Цветы и бантики поселили на новых планетах еще две участницы. В конкурсе на эрудицию барышни угадывали по отрывкам сказки и мультфильмы, искали правильное решение жизненных ситуаций. Решительная Ульяна, проявив качество лидера, раньше конкуренток поднимала таблички. Помогала нам Гаяна Ивановна. Она тут учитель по театральному мастерству. Я училась у нее два года. И хорошо, что у меня вообще был такой учитель, что я поступила в ЦДТ. А сегодня конкурс, кто помогал готовиться? Кто тебя поддерживает? Меня? Меня сегодня 15 человек из моего класса. Да, и мама, кстати. В стиле «Вкус мини-мисс» продемонстрировали в конкурсе украшения шляп, а завершающий конкурс образов девчонки готовили заранее. Помогали команды болельщиков. По итогам всех этапов конкурса титул «Мини-мисс» 2014 года завоевала участница под номером 3 – Мария Роженцова, гимназистка Эврики. Самый красивый вид спорта – художественная гимнастика. Объединила 187 участниц из Краснодарского края на соревнованиях. За три дня спортсменки показали блестящие выступления и результаты. Итоги соревнований подвели в воскресенье 13 апреля. 187 участниц из 12 городов Кубани. Отличие художественной гимнастики – яркие наряды спортсменок. Сравнится только фигурное катание. Королевская осанка грации и поддержка со стороны. Болеют за гимнасток и поддерживают даже соперницы. Для новчанки Дарьи Миропольской день выдался крайне тяжелым. На ковер вызывали дважды и дважды отменяли выступление. В третий раз выход оказался успешным. Выступила достойно, с настроением. Фойновалась. Потому что меня не включат музыку, и я не выступлю нормально. Сколько занимаешься? Не знаю. На ночь. Она занимается уже три года. Настраивали на то, что проигрывать надо тоже уметь. Да, мы ее готовили, что очень много было случаев, когда и музыка прекращалась, и она застревала. Там много было всяких курьезов. Девочки плакали, убегали, и она это все видела. Стараемся, работаем. Спорт – это труд. О художественной гимнастике говорят – это жизнь. И даже больше. За три дня краевых соревнований лучшие гимнастки Кубани показали, на что способны. Победители в трех категориях в каждом возрасте наградили медалями. И каждая девочка получила подарок от организаторов и спонсоров соревнований. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 15 апреля, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 13-15, ночью – до 10 градусов тепла. Ветер переменный – 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 9 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова